Всем привет! Сегодня хотел бы затронуть такую тему. В общем, смотрел много в интернете информации. Начал на Ниссане цепь немножко греметь на холодную. Нагревается нормально все. Почитал, ребята говорят, заменили гидрострит в цепи, ничего не поменялось. Говорят, как было, таких шелестит. В общем, начал разбираться. Симу виной, в нем, в принципе, ломаться особо нечем. Я разобрал, клапаны чистые в нем. Понятно, что слабенькое давление масла. Может быть, масло уже немножко надо поплотнее заливать. Ну, думаю, как выйти из положения. В общем, разобрал. Он легко снимается. Разобрал натяжитель. Почистил. Вот здесь вот. Вот у него тут отверстие. Ну, это клапаны здесь вот стоят. Вот он. Все работает, думаю. Ну, вот клапан работает. Думаю, ну, все чистенько. В нем проблемы. Проблема в том, что, обратил внимание, у него вот рабочий ход был приблизительно в этом месте. Вот так посмотрел. Думаю, как бы, вроде бы цепь не растянутый. Но, чтобы не было такого, купишь сейчас новый гидронатяжитель, как бы, и качество будет сомнительное. И этот. Что сделал? Это вот родная пружина, которая в нем стояла. Я взял вот газелевский гидронатяжитель. Разобрал его, разбираясь. Тоже, как бы, ничего сложного. И вытащил с него вот эту вот пружину. Она по диаметру абсолютно идентична этой. Но виток толще. И взял по длине. Вот. На 5 мм короче, потому что витки здесь толще. Вырезал с газелевского гидронатяжителя. Край, который я обрезал, немножко край подогнул. И вставил вот сюда. Именно здесь составил сечение такое, как было. Потому что ответная часть в середине рассчитана на именно такой диаметр. Все. Это есть. Далее. Вот этот сжатый кусок я его отрезал. Далее, из того, что цепь нормально не оттянута была, проскочили метки. Читал информацию там. Одни пишут так, вторые пишут так. Возник вопрос по поводу меток коленвала. Как она там? Пишут нам строго по шпонке, либо не строго выкрутил. Сейчас покажу. Первый цилиндр выкрутил свечу. Вставил тут длинную твердочку, вывел. Все-таки на форуме на одном нашел информацию о том, что действительно, на какой зуб лучше поставить. Сейчас покажу. Совместил метки. В принципе, вопрос стоял не в цепи. Вопрос не стоял именно изначально. Это сию виной при старте. То есть слабое давление масла. И цепь какое-то время находился в свободном положении. То есть вот такой манипуляции с такой пружиной. В принципе, сымитирует ему уже изначально давление масла побольше. Более ему жесткую ставить пружину не стал, потому что будет израбатываться башмак сильнее на натяжителе цепи. Сейчас посмотрим метки. Я думаю, в принципе, вариант такой, как будет дешевый. Сам натяжитель стоит копейки этот. Поэтому разорвать его ради... Ради... Так. Метки по распредвалу. То есть для того, чтобы определить, я выкрутил первый цилиндр. И вот вставил длинную твердочку. Вот она у меня, в самом низу. Выставил в коленвал внизу метку. Проверил, что она соответствует. Там метка внизу. Далее. Вот стрелочки, видите? Вот, присмотрите сюда внимательно. Вот. Вот стрелочка. То есть... И здесь вот, в этом месте, вот, напротив стрелочки, тут есть такой вот наплывчик. Вот я прямо... То есть выставили наплывчик, выставили стрелочку. И посмотрели. Место под шпонку, вот, смотрит вот так вот сюда. На вас. И, соответственно, второй распредвал тоже шпонка смотрит вверх. Тут же еще стоит вот... Отверстие, видите? Вот оно смотрит, должно перередикулярно смотреть на 90 градусов относительно этой плоскости. То есть, эту выставили сторону. Ту сторону аналогичным способом. Так же самое вот. Стрелочка. Стрелочка вот вверх. Вот. Я даже сделал такую вот рысочку здесь. И так само тут второй распредвал. Так само выставил. Потом. Установил гидронатяжитель цепи. Вот он. Когда будете ставить, с этой пружиной он уже более жесткий, как бы. Усилие в два раза сильнее надо прилагать. Поэтому внимательно, чтобы поршень не выстрелил с этого гидронатяжителя. Пальцами уперлись. Поставили. Вот видите, он уже изначально. Он уже работает. Вот. Он уже натянутый. То есть, его уже дальше... Дальше уже тянуть некуда. Он уже натянутый без давления. Это будет давление вообще будет в идеале. Сейчас покажу внизу метку коленвала. Я ее, в принципе, перепроверил там по этому... Верхней мертвой точке. Сейчас вам покажу, где она находится. Так. Метка. Смотрим. Вот вы раз видите. Вот этот край плоскости. И вот видите, вот она. Вот эта черточка. То есть, я смотрю прямо, видите, я ее не вижу. Только сбоку. То есть, говорит о том, что вот этот зуб по левой стороне от штифта. Это будет верхняя мертва точка первого цилиндра. Там, где я выкрутил свечу. То есть, все. Посмотрели. У вас тут цепь везде четко стоит. Ниде ничего. Ну, а они еще говорят, что в регламенте... Вот эта ямочка. Вот она. Она вот смотрит. Вот у них типа упор. Вот она должна на него смотреть. Ну, я ее перепроверил. Поэтому, думаю, поставлю, чтобы уже наверняка выведу в верхнюю мертвой точку. Все. Гидроотержитель поставил. Успокоители цепи, в принципе, все в адекватном состоянии. То есть, и здесь башмаки, и эти. Поэтому, что было неприятным, это когда снимал крышку поддона, вот здесь вот выходит отверстие болт. И здесь. Надо снимать... Видите, масло ссало из этой крышки. Надо снимать внизу поддон. Потому что, если вы... Сейчас я вам покажу эту резьбу. Вот, видите, вот одна резьба. И вот под башмаком вторая резьба. Потому что, когда их не скрутите, крышка просто пойдет на излом. Вот, видите, уже пришлось варить крышку. Потому что люди смотрели на форумах, открутили все вот эти болты. Вот, раз, два, три. Все пооткручивали. Говорят, все нормально. Этот, видно, не заметили. Потому что он был грязью заросший. Эти можно не откручивать. Это лючки. Это чтобы добираться до гидро-натяжителя цепи, не снимая крышки. Ну, крайне неудобный вариант. А эти два с поддона никто не открутил. Вот, видите. Заварили. Вот. Это они отковыривали, отсюда вытянули. Она вот здесь вот треснула. И постоянно стащилось масло. В общем, досчитался, снял поддон. Выкрутил один, с этой стороны, болт такой длины, с этой покороче. Также вам, может понадобится, сейчас, такую, секундочку. Вот, такой полусальник стоит, такой, как бы уплотняет вот эту позицию. Поэтому он вот так вот в паз ложится. Ну, вот. И здесь маркется герметиком, и все зажимается сначала этими винтами. Поджимаете к полукартеру крышку. А потом только, когда она уже подожмется, нормально. Только тогда уже будете ее обжимать по периметру. Она вот вас сядет. Сядет вот эти вот направляющие. Только после этого будете зажимать. Поэтому, вот такая история. Так что, кому было видео интересно, или не интересно, оставляйте свои комментарии. Будем что-нибудь новое снимать.